Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». В нашу редакцию поступил вопрос, до какой степени христианину можно быть толерантным, и вообще может ли быть христианин толерантным. Нужно отметить, что значение этого слова восходит к медицинскому термину «толерантным быть к той или иной болезни», то есть, например, не воспринимает, когда иммунитет, не борется с той или иной болезнью. Однако в сегодняшнем обиходе мы, конечно, применяем более понятный в социальном плане термин «толерантность» как терпимость к инаковости других людей. И толерантность не всегда связана с грехом, иногда толерантность связана просто с каким-то иным видом человека. Так, для ближайшего прошлого нужно было сказать о том, что люди, имеющие иной цвет кожи, были ограничены в социальных правах во многих государствах, считающихся сегодня передовыми. А также нужно сказать, что даже сегодня некоторые люди проявляют нетолерантность или нетерпимость к национальностям других людей или к их жизненным устремлениям. Как же быть христианину толерантным и нужно ли им быть? Апостол Павел в послании к Галатам в 6 главе во 2 стихе говорит «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Да, действительно, мы должны помогать друг другу, мы должны помогать пронести те или иные боли, немощи или недостатки человека, помочь ему пронести. Но когда речь идет о грехе, то здесь толерантность отходит очень далеко. Мы не можем с вами служить и Богу, и мамоне, мы не можем с вами пить чашу бесовскую и чашу Христову, поэтому мы не можем быть толерантными к греху, мы не можем сказать на белое черное, а на черное белое. Это будет неверно. Поэтому даже в другом человеке не нужно быть толерантным к его греху, не нужно этот грех считать за праведность, нужно называть вещи своими именами. Поэтому ответ на этот вопрос следующий. Нужно быть толерантным к человеку, терпимым, готовым помочь ему, готовым понять его, но в то же время нетерпимым к греху. Но здесь же я хотел бы несколько обозначить, что нетерпимым к греху другого человека, это не значит, что пытаться тут же насильно этого человека исправить, причинить ему добро, если можно так сказать. Нет, наша задача помочь исправиться этому человеку, помочь принять то или иное состояние для того, чтобы бороться с ним, а не для того, чтобы ему потворствовать, называть вещи своими именами. Если в нашем даже самом ближайшем друге, нашей самой ближайшем человеке кроется и открывается какой-то грех, нам очень важно аккуратно, с любовью объяснить, что он деструктивен для нашего друга. Показать ему, насколько он деструктивен, а не пытаться рассказать ему о том, какой он хороший, если он так делает, какой он эксклюзивный, как этот грех является негрехом. Вот это будет уже обманом, ложью и служением дьяволу. Продолжение следует...